hello my dear friends финал победителей первых матчей соответственно команда которая сейчас выиграет сразу переходит следующий этап а вот команда которая проиграет проиграет будет сражаться в десайдере но я так думаю что в общем то и целом обе эти команды пройдут дальше скорее всего но просто одна из них сократит свой путь и так рашен пауэр с великолепным ванам ванам юзин лаулют человек с финским ником прекрасный мидер и также у них frost and fast кэри это все что я запомнил но в общем то эти два игрока играли не на вполне нормальном уровне но на фоне green зон который по моему совсем слабы и против них дикхаус матч которых мы видели только что джимба дамбо босс моккингберт если нас смотрит 20 из эстонии то я думаю вы просто обязаны болеть за эту команду потому что моккингберт это ваш соотечественник зовут его лабус сосукас и мистик ну что ж дикхаус показали превосходный матч но может и соперникам достался не самый сильный но выиграли ним днем однозначно рашен пауэр же ну не то чтобы прям с натяжкой но тоже победили своих соперников вас с натяжкой натягивая просто натягивая соперника до но посмотрим прежде всего противостояние фармил frost and fast против моккингберда как минимум этот матч скажем так сильнейший команд сегодняшней группы поэтому действительно сильнейший команды и пики адекватные баны но более-менее адекватные люди там он например сайленсер банили после пика инвокера команда так что ну вот кстати мистик опять будет гонять на инвокере посмотрим кто будет у нас в ванамаса я просто не могу этот ник читать поэтому будем считать что все таки это ванамас кто отдельно будет смотреть потом матчи в повторе я вот человека который на мид ходит у команды рашен пауэр называю ванамаса гуля и никс такие в общем-то баны из прошлого до этого патча сегодня вроде простите сегодня вроде еще один патч обещают посмотрим что он привнесет может быть опять поменяется на то я помню гулю веникс а раньше вот это уже интересно это мне норм это мне нора посмотрим будет ли сейчас house knight или они хотят реализовать и не конечно же я сам хотел сказать не стала перевивать хочу тени вот и тени да посмотрим как быстро ну я помню тайне когда он еще первый кубок раков до вытаскивал по мне не помню кто на нем катал но такой известный был школьник потом его в армию правда забрали классно ходит с дубиной всех месяц ну естественно нател и фнатики очень часто эту связку берут намного она сильнее чем связка с чаус найтом хотя как раз а нет это против рашен пауэр играл чаус найт но в любом случае тайне классно посмотрим как они реализуют это уже интересно я просто фрост энд фаст меня не слишком впечатлил как фармила помнишь у него там воида только после того как он battlefure собрал более-менее разогнался до этого и крипов мало довольно было и но то на гоним собирал по по чертежам бёрнинга а тут вот они решили по чертежам фнатиков сыграть ну то есть ребят видимо следят за профессиональной дотой и после инвокер батрайдер и вообще рад что у нас сегодня вот хотя бы один матч довольно большой ну высокими как мне кажется уровнем игры будет вот потому что ну от двух оставшихся после этого я вообще как бы ничего особенного не ожидаю скорее всего проигравший просто победить слабейшего проигравший в этом матче но я буду рад ошибаться я хочу чтобы гринзон или это было бы классно да когда такая команда ну разве как которая не удивила потом бац да вдруг соберутся ну честно вот я думаю что команды другие вот сейчас смотрят то есть и гринзон ну возможно смотрят я бы смотрел такой ситуации матч соперников и смотрят кто будет против них играть я бы на месте самураев гринзон делал бы так во всяком случае но вот мне кажется что вот они меня сейчас слышат и я надеюсь что не обидится на меня но если так вот прогнозы давать мне кажется что несмотря на то что обе команды были в общем-то развалины в своих матчах но мне кажется у самураев какие-то намеки были интересные а вот гринзон не совсем что-то не приглянулись но не знаю может пик был такой какой-то ну не пик там даже бана были странные тому ник на это какие-то шейкеры но посмотрим то есть люди вообще не показали то что они умеют как бы в доту играть они случайно собрались вот самураи вроде как какая-то задумочка у них была про кастик там давали что-то там затягивали дарксир вроде пару мув сделал неплохих но просто реально дикхаус соперник был слишком сильный но посмотрим сейчас на самом деле много будет ясно и по поводу следующего матча потому что сейчас мы выясним кто сильнее рашн пауэр или дикхаус если дикхаус легко легко победят рашн пауэр то тогда уж не так уж и понятно насколько слабых гринзон посмотрим в общем это интересный матч кентавр на харду но сейчас я смотрю что рашн пауэр взяли все самые сильные как бы матчи ответственные и подошли к этому ответственно сразу берут и кентавра и тини и виспа а дикхаус идут мне кажется по более стандартной опять же схеме инвокер как и в прошлой игре так еще и тинкеру рашн пауэр но весьма нестандартно все это выглядит но странно я кстати думал что тайне с виспом пойдут дабл мид стоять это такая с его и неплохая тактика для фармящего тайне но мне что-то кажется что тинкер термит потому что на лайне ему как-то не совсем с руки а кто у нас за радиант играет дикхаус до дикхаус но тогда тинкер такой пик вообще очень редко вижу чтобы тинкер реально побеждал официальных матчах в папочке случается вот официальных матчах я как вижу тинкера сразу начинаю думать что команда скорее всего проиграет но с другой стороны посмотрим очень хороший саппорт и вещдоктор аппарат на два моих одни из любимейших именно моих бэтрайдер отличный хард инвокер мид мы видели что мистик действительно умеет играть на инвокер в отличие от нескольких других матчей где люди пик или инвокер и ничего не могли показать ну и по одному герою осталось для соответственно дикхаус они приберегли для себя кэри напоследок чтобы видимо удивить это очень хорошо всегда на пиках тем более они действительно взяли сильных героев что касается рашин пауэр то остался еще один саппорт ну посмотрим кто это будет не ну из банов в данном случае саппорт рашин пауэр мне кажется тут знаешь представь себе кентавра и тузка на одной линии тенис виспом на другой линии но убирают двух сильных фармилга двое это вообще очень хорошо с аппаратом взаимодействует там такие связки ультов очень серьезная получается убрали они из пик тру ну и посмотрим вот мне интересно кого дикхаус на фарм возьмут реально интересно ну что что-то как раз луну какой-нибудь может быть не знаю я бы опять посмотрел номера на потому что от нее может быть самое главное на будет нулайт главное мне кажется тренджеров ну против тайне нужно такой range по моему чтобы раньше возможность засеивать цель при помощи не виза а смотрим надо кстати да кстати против виспа мира на вообще отличная тема вот я щас подумал мулайт ты шаришь но вот не знаю возьмут и они или нет мира на на пасть тоже будет очень классно а сейчас дикхаус удивят возьмут какого-нибудь антимага другу марту мартретку кстати ну я он тиза бодрайдер было бы неплохо до въезжать в какой нити не брать волоса параллельно и конечно может отвезти висп домой соответственно тут сейваться если висп конечно не дурак он будет сейваться у тени да не будем забывать что играет не профессиональной команды нет да не висп тут реализовать мне кажется будет сложнее чем и само собой посмотрим я пока не верю но мне надо своими глазами убедиться потому что действительно надо уметь там тайне действительно должен хорошо фармить там аганим до 18 желательно допустим с барабанами там до 20 как минимум вайпер это вайпер может быть даже то есть тинкер чё-то не понимаю а подожди но мы ждали одному нет ничего не добла мид добла ну чё-то мне кажется как я не знаю это тинкер саппорт тинкер на иншентах но это кал короче нет это неплохо кстати это кал мы посмотрим значит мне кажется стандартная любая тактика разваливает я просто видел по моему cloud nine в решающем матче против навик да блин достаточно просто забанить теншентов и все уже геморрой там но это уже видно же здесь что это нужно делать соответственно же пара наверно будут в ответ стоять и охранять свои хэнштоп чтобы их не забанили не знаю тут даже ну блин не знаю я короче мне что вообще не нравится четыре таких героя один виз бедный который будет их всех обслуживать не люблю я такие пики посмотрим чуть не не верится теперь что power russian power посмотрим опять-таки на реализацию дикаус то все-таки скилловые ребята как мне показалось поэтому мне кажется если они просто сыграют свою дотку они убедят но посмотрим можете они не правы также ребят этом сейчас я скажу не забудьте подписываться на twitch канал самое главное канал геймпайл это подписывайтесь во первых но это скелетон а в рейс точнее в рейс кем будет играть mockingbird и надеюсь это будет не скелетон с даггером и blade mail на 30 минуте надеюсь что-то изменится и кстати заходите на сайт dota 2.ru там интервью мобстера в топе голосуйте за мобстер в комментариях напишите что он клёвый чувак и вам он очень нравится ну стараюсь стараюсь на что ребят дикалс против russian power я прям жду от этого матча очень много потому что я что меня действительно ли я все равно надежда потому что russian power сразу же взяли тени виспа значит они что-то знают и что-то уметь должны либо ничего не знают либо чего не знают и думают что это тащит смотря на игру фнатик ну а значит так прошлой игре дает тайне по моему саппорт короче не хочу тебя расстраивать был он типа будет с виспом но в общем я вообще не понимаю потому что прошлый раз вот этот чувак с ником не считаем он на саппорте был подожди в анамас на тинкере нет все правильно в анамас в мид ходил в прошлый раз и сейчас он видимо в мид пойдет они на каких-то сда был тогда на саппорте и соответственно он с исполнением помню тени то есть тайне саппорта такие бывают но как-то это странно он харду идет что туда пойдет виспы кентавры он будет кидать этого кентавра помнишь эти рассказывал эту идиотскую стратегию это как знаешь с минерам в первый дворочек тут немножко не то не то что мы ожидали но вроде в первом матче более-менее адекватно russian power выглядели посмотрим короче пока я не понимаю ну и все по стандарту у дикхаусов единственное что там возможно трипла пойдет харду аппарат скелетонович доктор фармить агрессировать на ребята вот фразы закончились и просто заходите подписываться на наши группы вконтакте если идите там за всеми новостями стримами подобки мини только лемур сегодня на статистике насчет он нас не балует в последнее время там у нас интересные герои висп тинкер тайне обо всех мы хотели узнать побольше не то чтобы я сейчас камень в огород лемуру кидаю огромное спасибо что нам помогает и хотелось бы сразу напомнить лемур если есть какие-то команды которые участвуют со второго сезона такие есть станет всего хотя бы по ним да может быть не сегодня но и отцел да просто все что угодно пусть пишет например сколько раз отключился висп нам всегда нравятся эти выезжающие таблички они как-то делают дота знаешь прям так как действительно как по телеку чувствуешь себя важнее вот тени висп два раза победили ну отлично пауза у нас пока я сегодня кстати другой микрофон поставил а то я послушал записи первого стрима да мне чего не нравится больше да у меня просто еще типа там такая гарнитура юсбшная она глушилась постоянно но там видим ребят на серьезный пауза рассчитывает видимо висп отлетает но у меня тоже проблемы с дотой поэтому я не готов его судить сэнк ю пишет г пишет тайне и г отвечает джимба не игра началась интересно почему джимба а не джимбо ну джимба видимо был а джимба нет знаешь я тоже когда свой ник долго думал мобстер был а мобстер через пятерочку не был вчера был бобстер отвратительный анманер просто гаденыш какой-то не гаденыш ребят тоже те команды что я шучу я спокоен гаденыш это вот знаешь ян манеров видел действительно гаденышей они так ли я там ничего анманерного не видел кроме то что он просто чат писал не уместно что они всегда красиво ну что ж до тайни кентавр они сейчас слушали стрим где я стебался над тускаром с кентавром что ли решили типа ответить такой же неадекватной ахинеи но тут еще и висп но посмотрим как это трипла будет фармить вайперу я сразу скажу если пойдет трипла на топа она туда идет вайперу жопа извиняюсь за это серьезное выражение но это именно так мне кажется будет да это как-то знаешь они вайпера дают просто на растерзание сам же при этом должны гнобить батрайдер просто нон-стоп включаю статистику крипов ну точнее я у себя ее не видит если что камера от лица мобстерами но поэтому мы не увидели эпического инвокер которого загрызли крипы и многие другие вещи так что покупайте билет если он сегодня появится в dota tv не то чтобы я хотел тебя мобстер я понял понял ну не все конечно я способен показать все равно лучше некоторые странных стример которые тут вам бывает порой некоторые стримеры фк уходит при этом во время матча да ужасное поведение вот мы например уже второй день по 5 любительских игр стрим еще ни разу не начали жаловаться что нас плавит нам хреново мы спать хотим то есть мы жалуемся между матчами на друг другу да нет не зрители зрители не обязаны выслушивать лап лайнами видимо вайпер сказал вы чего охренели и прилетел к нему кентавр в итоге фармить будет вайпер получается кентавра то что там делать как-то до конца кентавра получается саппорт фармить все таки тинни нет ну я бы так сказал тинкера типа на эншент вот в данной ситуации тинкера я понял если бы они за радио интеграли он бы мог там подфармливать эншентов машинками сбегать на мид назад но как дэнди иногда делает тут как бы тяжко по моим все будет ну и на фрейфарме у тинни проблемы 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 пять стаков это действительно проблемы а уже шесть висп конечно делает все возможное от себя и босс действительно как настоящий босс доминирует у себя на линии прогоняя тинни ой 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 это же это был тос по батрайдеру но ничего после нее не последовало до жаль тем временем на топ мы видим киллы полились тут уже у нас дамбас лоха подставит мне кажется его гель догрызет хотя тот пытается уйти со свиточка нет не догрыз гель еще один килл да убивает аппарата и вайпер прожает расстреливай дальше мекенберда огромное количество грипол за ним бежит но все-таки следующий удар на не даст мекенберда бежит ботинок у него и застава разменяли кентавра на аппарата но я не знаю насколько тут вообще все это оправданно было я думаю в этой трипле вообще никто не должен был умирать оправданно было что first blood так и же пушит до команды сторожил турнира фэритейл вэйтфорд dpvz и херодота надо будет сейчас как-то по-другому регистрации устроить чтобы именно команды которые уже играли имели шанс попасть а те команды которые выглядели совсем недееспособно не имели нас наоборот шанс раз у нас такая большая регистрация я думаю в следующий раз вполне возможно что будет не слоты очень быстро разобрали организаторы сами были очень в шоке как быстро разобрали слоты на этот турнир ну на самом деле что хочу сказать странная расстановка лайнов если бы не ну мне кажется а ну хорошо короче если бы не играли в такими странными расстановками если бы все таки это было либо обычная три пластини весь пом ну как минимум еще один саппорт был в пике но это бред конечно это вайперы с кентаврами на лайне который сейчас вайперы как раз таки убили да то больше шансов было бы у russian power потому что в принципе крипов то они там нормально добивают но как я уже сказал в полном порядке мидер команды дикхаус это было видно еще в прошлый раз мистик то есть на инвокере он просто чувствует себя в своей тарелке что ли так можно сказать а соответственно mockingbird прекрасно фармит практически не пропускает крипов и соответственно еще и параллельно доделаю силы такой отличный трипле после против такой отстойный даблы просто ну идеальная ситуация видим как ущемляется потаром кентавр не знаю что делать а вайпер только возвращается на линию до без тп пешки пешком ну как пешочком на крылышках знаешь тут как-то два наши три одного здесь тоже варду другого и не понятно даже что там воды чтобы хоть а его часто могут их до хлопнуть но хлопнуть решили судя по всему бога сына боди но вроде как тени закинул ну вообще босс чувствует себя на боте превосходно на топ мы видим как убивает опять же кентавра вайпер не жалеет его отдает уже не в первый раз к счету грин зон свои великолепные идеи просто каким-то образом скружили голову товарищем из russian power и они тоже решили даблу идиотскую выставить то есть грубо говоря грин зон проиграли из-за тузка с кентавром и russian power такие смотрят блин тоже так хотим просрать сделали то же самое ошибку что их соперник из первого матча благодаря чему собственно победа была одержана я чё-то не понимаю видимо в доте почему вообще такие бабовские пики лайнапы на дикхаус просто как-то вообще до тени просто теме лишний герой против батрайдера стоит честно говоря не всех крипов можно добивать 22 крипа у него в принципе это первый результат от russian power знаешь что мне теперь кажется то что вот в соперничестве урал самурай с russian power действительно может быть интрига может быть если будет такой матч естественно это я загадываю немножко вперед пока мои прогнозы в общем-то сбывается но вот теперь мне кажется что если дальше пойдет вот так вот то именно russian power урал самурай с более-менее равная команда окажется в этой группе тинкер в намаз который нам принципе понравился первой игре если ничего не может сделать против инвокера там 12 клипов у него 32 инвокера мы видим результат на глазах жире левил реально разница машинки он вообще не качает принципе то что могло бы против инвокера неплохо помогать но он макс ракетки и лазер можно в ганге хотя бы тогда поможет но на ганга как-то траву лов тут понимаешь и попробует три плуган гануть ты чё с ума сошел да его там просто ну хотя бы я не знаю патрайдера нам пытается убийца никак не могут убить он с дабл-деванжем теперь а вот на топе да мы видим как гангает по кд просто команда дихалст теперь на очереди вайпер а не кентавр да и кентавр бы доставился если было бы мана там у того же самого рейс кинга очередной бы стан полетел бы еще и вайпера наш капитан не все время в даблу дает обычно аппарат а я считаю что с член тачем если трипло идти то можно вообще разваливать без конца команду соперников в любом составе главное чтобы тычка с руки было у кэри ой простите за то что я хрюкнул мокин бёрд как раз именно а вот я свиток ну тос и мне кажется босс тут ну наверное не знаю ну должен может дать что кто-то появится и понять что лучше отойти но тем не менее он забирает виспай я думаю он не расстроился этому размену ветра емпи от мистика колд снап и мы видим что с ванамасом в мире происходит явно ничего хорошего не происходит почти убил инвокер а вот еще бы туда добавить санстрайк но инвокер не вездесущий в данном случае квас уэкс но вот экзортный инвокер в прошлой игре от него мне очень сильно понравился но там был конечно ду демон все лайны полностью проиграны в салат бэтрайдер на фармил чуть не больше еще и убил виспа чуть не больше тайне который тут стоит в изи все таки как ни крути самый большой одна из самых больших тысяч с руки у вас выходит вид вайпер страйк по мистику просто уходит гост волк и я не знаю даже что теперь говорить о рашем пауэр у них игра не идет абсолютно по всем линиям как ты уже сказал все линии просто в салат проигранное естественно отвратительный пик так таким вот лайном я не знаю как вообще можно выиграть тут до смотрим что стиль не происходит они на шестом левеле в кайфу ой господи что они вытворяют вообще убили пришел джимба и дамбо ты как любишь у тайне ульт качать на шестом левеле нет сначала как минимум его лэнч и тос а потом уже мне кажется мне кажется фигня это все то что то кто так делает не право немножко особенно вот когда такой line-up ну да ладно ну что на топе счетом у нас забрали в рейсинге который остался один немал бы понял бы если бы он не вкачал на 6 мульта с оба нереально с виспом сейчас летали он с прокаста кого-нибудь забирал но в данном случае ему хоть немного прожить я не знаю там потолще быть хоть какую-то тыщу с руки иметь ну я суть посему знаешь они ожидали что ситуация будет бить а тут еще и другие подошли импресс батрайдера не хватало чуть-чуть совсем добить вот этот чуть-чуть как раз таки сказывается в скиллах приходит вайпер это расстреливать хоть кого-то может быть зацепит до цепляет его дамбы начинает жалять дамба бочка разбрасывает батрайдер убили быстренько тут в общем-то с прокаста забирает что-то что второго вайпер тоже дострелял отхиливает висп но все равно вайпер умирает но тем не менее трипл килл он успевает сделать глядишь таким то все таки то что здесь будет именно вайпер решать что-то и получится приходит мистик и висп улетает может вернуться обратно один но тени по крайней мере он спасает хотя может сам при этом не крипов там не подойдет а забирать то нечем что в принципе он все выдал колдс нам только через четыре секунды будет даже вместе с тени прилетел обратно висп да но вайпер с восьми крипами красиво тут настрелял все-таки герой такой но это все-таки такая полу пабовская игра мне кажется дикхаус тут сами как так вновь драка стан в тени все в тени ну да тут уже и килл в тени тоже все абсолютно него дали в том числе и не промахнулся опять же вич доктор своим замечательным скиллом мэли дикт который меня очень радует люблю его 8 6 счет как-то да за счет того что вайпер настрелял может быть немножечко он ситуацию улучшил у команд рашен пауэр но в целом преимущество за команда дикхаус это 3000 голды но вот по экспе конечно ситуация далеко не однозначно и пара я развал что нам идет и попадает по двоим отлично и кентавру тут уже не выжить прекрасная ульта что барабан птл в рейс кинга как мы видим в топе вот наконец-то рубрику гадайка ура какой герой лидирует по среднему урону на весенному в матче какой герой может лидировать я предполагаю что все-таки это какой-нибудь мидер к примеру инвокер зевс хотя инвокер не всегда экзортный поэтому он немного так он урона на у нас вас в икса тут еще и прилетает тенис виспом разбирает мистика да и дамбу тут не остается шансов на смотри если будут плохо играть против виспа все-таки шанс будет у команды рашен пауэр так вайпер страйк мукинберда тут все равно убивает скрита все-таки вайпера но прилетает опять же тот самый тени висп и разбирает его пока что только разбирает вот предстоит убить да да тут висп чалом лед вот зачем мне кажется что у дикхаус игроки сами по себе неплохие но такое ощущение что они вот собрались вчера что ли хотя там половины с первого класса вместе как бригада только эстония своим другом вроде как недавно влились с помощью сан-андреас мультиплееры были найдены просто но реально такое ощущение что игроки сами по себе умеют играть но перемещение как-то они постоянно в одиночке встревают по одиночке точнее но вот рашен пауэр хотя бы перемещается по лайнам какие-то ганги устраивают но если посмотреть на общую ценность то мы видим то что мог имберт на первом месте с огромным отрывом и этот отрыв будет увеличиваться я не уверен что вис интересно посмотреть когда там тайне начнет хоть какие-то эти матчи с барабана у него будут появляться потихонечку может быть минут 15 он соберет кентавра пробил ну видимо с дабл эджик много наваливает нот на мокингберда врыв но мокингберда то уже не взять тогда уж тут еще и дамба неплохой скастовал сделав даблкил с помощью него на тот еще и в лесу нашелся ватник тинкер просто вата самая настоящая вот у даже софта так просто забили до смерти все вот просто дрались практически все во всех и очевидно какая тут разница и скиллин не только скилли игроков не вообще показалось что тайне свистком думали что они сильнее сейчас будет сейчас они эту мокингберда накажет и все но получилось наоборот кстати недавно у него ульту убивали я видимо пропустил момент или это замес слишком поздно начал смотреть ты видел когда он вставал в реинкарнации да я же комментировал что его разобрали потом убили пытались убить по крайней мере но он убил виспай 4 терять внимательность начинаю потихоньку то ничем мы вдвоем тут так что я думаю иду на этом очевидно будет даггер но здесь уже все равно ничего не помешает ну как тебе мид тинкер ну а что он сделал с одной стороны ну так то и он в общем то ничего не сделал но я на самом деле срочном порядке начинал потихоньку машины ходить потому что скоро пушить начнет команда дикхаус мне кажется вот эта прокачка на ганге но тесте идея была такая там висп влетает и все дают адовый прокаст очень сильный но и он бы туда прилетал бы с травелов но даже травелов нету ну да и до них еще довольно прилично фармить ну как 700 а без машинок он что-то фармить то не очень быстро 34 крипа убита на 14 минут так дамба чеканочка от крипов залетает влетает тени висп дамба пол хп уходит аппарат закидывать неплохой ульт за это время walking bird разбирает тени за это время также разбирает еще и вайпера и мы видим что там будет с тинкером знаете так почти ничего 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 от него не осталось табр также здесь может быть пойман макин бёрт сейчас вот-вот донит ста достан и пожалуй что это минус 4 я даже сказал что тим вайп это потому что висп просто ушел чё остановились на фонтан надо было бежать спасибо деду за победу и на фонтан опять же как думаешь игра в одну калитку даже несмотря на то что там 18 9 счет я не вижу особого сопротивления скажу с нормальным пиком может быть они бы там минут 45 играли а так уже гг это не факт даже что мы могли бы и выиграть даже с нормальным пиком игроки то неплохие в том числе и тот же самый в на масс ну да тинкер явно не то что не его герои но да нет я так прямо скажу что может быть он где-нибудь в пабах и нормально им играет но здесь это вообще не зашло там батрей дружи устроила ловила даггер у него давно есть ну недавно он купил на 14 минуте вот уже 16 еще и травла появились неплохо надо видимо после этого замеса как раз ну что сказать дикхаус можем потихоньку уже ну я не я вообще не вижу как перевернуть к сожалению были бы машинки еще как-то можно было бы стоять стоять и да отпушивать линию марш машины закатил момент что нибудь там тинь тайне бы придумал но мне кажется он тоже счет не очень так а тем временем они поставляются дальше как сейчас вайпер схлопотал стан приходит тинь и тает стал по двоим но они вообще его не чувствуют урона я его не вижу аппарат дает ульт отваливается вайпер отваливается кентавра ульт от просто от вич доктора раскатывает нафиг ну да если восьмой минуте там вайпер с 8 крипами мог еще что-то наплевать то теперь это уже никто вообще не чувствует с появлением первых айтем да тут уже и минус синяя сейчас покажу список айтемов вы посмотрите сами какие айтемы принадлежат команде дикхаус и сравните с отсутствием полного к айтема каких-либо у команды рашен пауэр ни одного ценного айтема кроме как аркейн бутса я там не вижу арканы и пт это все чему захожу на самом деле против дикхауса так просто никому не будет у нас не очень сильная сегодня группа но будем откровенно но я думаю что дикхаус могут принципе на следующем этапе кровь попортить г-г-г вы попишите команда рашен пауэр ну да тут все это было понятно и ясно может быть попикали любимых своих героев там я не знаю чем это было связано в общем дикхаус проходит дальше следующий круг а рашен пауэр будет ждать кто в матче который мы сейчас будем смотреть в матче green zone и урал самурайс одержит победу и станет их соперниками но это мы сейчас увидим что ребят небольшая рекламная пауза